Привет, друзья! В этом видео я сделаю бит на луп подписчика, на один из лупов, что вы мне скидываете на почту в контексте моего марафона, конкурса коллабов. Вы такой качающий, low BPM бит в стиле тайги. Так, погнали! И вот на своей почте я нашел луп от Pluxury Beats. Спасибо тебе, давайте его послушаем. Всё, закинул его в FL Studio, давайте подгоним по BPM. Но, тут написано 144 BPM, но если слушать без метронома, то по ощущению будет немножко другой темп. Всё очень круто подходит, и давайте сейчас я проведу некоторые манипуляции с этим сэмплом. Кстати, кто не знает, у меня проходит марафон коллабов, где вы можете скинуть свои лупы мне на почту. Чтобы узнать все подробности, переходите ко мне в Instagram. На самом деле, условий там никаких и нет, нужно просто написать мне в Instagram и получить почту, и всё. Так, сделаю везде стретч, я растянул эту ноту. Давайте сделаем какой-то переход в новый такт. Так, возьму эту часть, сделаю уникальным и опущу на актово вниз. И также вот эту часть продублирую, и также опущу на актово вниз. Давайте сделаем это погромче. Так, и теперь первую половину я продублирую. Вот, вот эту часть. Ставим сюда. И всё готово. Всё, очень классно получилось, как по мне. Это что касается вопроса сэмплирования, то есть, да? Просто из одного аудиофайла собирать вот так вот по кусочкам мелодию, которую вы хотите. Есть, конечно, вспомогающие плагины для этого, такие как Serato Sample, например. Но я как-то привыкл так работать вручную. Теперь этот сэмпл закинем на какой-нибудь канал, срежем низ эквалайзером. И также я его опущу на 2 полутона вниз, потому что сейчас его корневая нота это A-sharp. То есть, бас будет себя так некомфортно чувствовать. Поэтому опущу на 2 полутона, и будет более-менее нормально. Всё, сэмпл готов, погнали к драмке. Итак, вот звуки для драмки, которые я подобрал. Они все из моего будущего драмкита. Итак, давайте их послушаем. Это клэп, хай-хэт, первый дополнительный снейр, второй. Вот такой вот крэш, open-head, 808-й, kick. И будет ещё второй 808-й для разнообразия. Вот, очень классно звучит. Это из моего уже вышедшего драмкита. И также дополнительные инструменты мелодии, которые у меня будут играть в бридже. Это синтезатор М1. Дальше амнисфера. Такие атмосферные колокольчики. Рис-бас. И вот такой звук из контакта. Потом мы с ним тоже проведём некоторые манипуляции. Ну и начнём прописывать с хай-хетов, клэпа. Хай-хеты пока оставим так, пропишем дополнительный снейр. И у него первая нота будет стоять, в принципе, в стандартном положении вот здесь. И вот тут, вот перед клэпом, мы добавим две вот такие высокие ноты. И вот так вот убавим у них велосити. Такой вот лесенкой небольшой. И дальше будет опять-таки сверху, но вот такое стандартное положение. Так, я думаю, самое время перед ещё одним дополнительным снейром прописать партию хай-хетов. И вот здесь уберём. И вот как раз в этой паузе будет играть наш второй дополнительный снейр. Всё как-то так. Продублирую эту партию хай-хетов. Она у нас никак не будет больше меняться. И второй дополнительный снейр будет меняться во второй половине. Он будет выглядеть вот так. Так, ну и пропишем 808-й. Так, забыл, мы же пичили на 2 полутона вниз. Всё, и теперь можно прописывать бас. Сделаем здесь просто вот так. И вот перед вот этой нотой я добавлю вот такую вот пробежку небольшую. Всё, звучит круто. И теперь давайте продублируем. И вторую половину сделаем более насыщенной именно вот этими пробежками. Но сейчас наглядно покажу. Делаем вот так. Изменяем обязательно velocity. Также можем вот здесь ноту добавить. Всё, и эти пробежки очень круто добавляют кача такого грува. Я не помню, где я подцепил эту фишку. И не помню, использовалась ли она в каких-то треках тайги. Просто я как-то попробовал, и мне очень понравилось. То есть очень классной энергии добавляет. Кстати, напишите в комментариях, с какими битами у вас ассоциируется тайга. Может, это биты с колокольчиками и мощным басом. Либо же это в стиле taste, да? То есть с таким вокальным сэмплом. И если вам будет интересно, я могу показать, как сделать бит в стиле тайги. То есть где искать эти вокальные сэмплы, как с ними манипулировать. И теперь давайте пропишем кик и пойдём к аранжировке. Так, и здесь киком продублируем эту пробежку. Всё, готово. Будем приступать к аранжировке. У нас сразу вступают все инструменты, только без кика. И далее идёт второй 808, тоже без кика. Потом идёт второй паттерн 808 и убирается второй дополнительный снейр. Вот и далее как раз идёт бридж. Давайте освободим место. Так, для бриджа я прописал вот такие вот аккорды на синтезаторе М1. Просто для атмосферы такие аккордики. Далее колокольчики из амнисферы. Тоже для атмосферы. Вот так выглядит их паттерн. Просто где-то по аккордам, рандомно размещал ноты. Просто главное слушать, как звучит. Ставишь ноты, звучит классно. Оставляем. Всё, далее ризбас, ничего необычного. Просто по корневым нотам. И до этого момента было всё довольно обычно, но уступает вот этот инструмент. И с ним мы сейчас проведём некоторые манипуляции. Во-первых, я его записал как сэмпл. То есть можно сделать это вот отсюда. Рендер and replace. И получаем вот такой вот файл. То есть, ну, тот же самый звук. И я его растягиваю вот до такого состояния, чтобы именно получить максимально длинную ноту. Точнее, максимально длинный аккорд. И дальше я срезаю вот этот вот удар. То есть может даже больше. Делаю это с каждым аккордом. Дальше их можно записать по отдельности. Вот так вот. Make unique as a sample. И далее я их разворачиваю вот таким вот образом. То есть здесь просто reverse. Последнее, это я их опускаю на октаву вниз и подставляю под наши аккорды. Вот так это в итоге выглядит и вот так звучит. Дальше размещаю клэп и хай-хэт. И вот это всё дублируется. Только уже вместе с киком. Вступает этот 808. Дальше я также могу продублировать бридж. И в целом... Ещё один вот такой вот припев. Либо куплет. То есть можно было такой бридж и не делать. Но просто я люблю, когда в бите есть вот такие вот брейки, паузы. Классный бридж. Ну и в целом вот такой бит получился. Если вам понравился ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой паблик в ВКонтакте, на Инстаграм. Подписывайтесь на этот канал. И давайте добьём уже 10 тысяч подписчиков, чтобы я выпустил лук-кит. Новый драм-кит. Ну, к слову, они ещё не полностью готовы. Ну, точнее, ещё не готова анимация для них. Но я думаю, как раз к 10 тысячам я успею. Также, да, переходите в Инстаграм и участвуйте в моём конкурсе коллабов. Если вы битмейкер, у вас хорошие биты. Это такой небольшой шансик заработать на своих битах. Ну и всё, друзья, я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Слушаем итоговый бит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok